Такой снежной зимы в Самаре не было с 1955 года, отмечает руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. Сотрудникам коммунальных служб по муниципальным предприятиям Самары, начиная с декабря, приходилось работать в усиленном круглосуточном режиме. Если в дневное время суток на улицы города выходили 170 единиц техники и порядка 250 уборщиков, то в ночные часы их количество увеличивали вдвое. Без внимания старались не оставлять и обращения самарцев, которые ежедневно фиксировал муниципальный центр управления. Тем не менее, власти города признали, справиться с таким количеством осадков иногда было не под силу. Сработал сразу целый ряд факторов. И очередная волна COVID-19, когда львиную долю сотрудников пришлось отправить на больничный, и беспечность автовладельцев, чьи припаркованные автомобили на обочных дорог существенно мешали снегоуборочной технике. Это все мои соседи, это жители этого дома, умели спарковаться. И вот 10 машин на сегодняшний день, они находятся здесь у одного дома, который зимует. И занимают то самое место, а самое главное, не дают возможность управляющей компании это дело убрать. В прокуратуре региона нарушения фиксировали, однако отметили, что их число в сравнении с 2020 и 2021 годом существенно не увеличилось. Более того, в отдельных городских локациях в 2022 году работы по уборке и вывозу снега велись куда лучше, чем в прошлые зимние сезоны. На самом деле из раза в раз число примерно одинаковое, число нарушений. Ключевое здесь обстоятельство, даже если мы видим определенные подвижки деятельности муниципальных образований, абсолютно не видим какого-то прогресса в работе управляющих компаний. Найти рычаги давления и заставить работать нерадивые управляющие компании отчасти помогла система наложения штрафов. К слову, сумма взыскания на должностное лицо от 50 до 100 тысяч рублей. В самых запущенных случаях руководящий состав могут дисквалифицировать на срок до трех лет. Правда, некоторые УК санкции не испугались. В то время как снежные массы копились в их дворах, самарцы почему-то ругали городские власти. Принято сегодня критиковать городские власти. Говорят, вы тут не убрали, здесь не смогли. Это уровень власти, который действует сегодня в пределах своих ресурсов. Когда Олег Владимирович говорит о осмотрах техники, когда он говорит о том, что действительно припаркованные автомобили, посмотрим причину всего этого. Во-первых, граждане сегодня не понимают, кому предъявлять претензии в связи с состоянием города. Чтобы понять, о чем говорит адвокат Андрей Соколов, нужно вначале разобраться, кто и за что отвечает. К примеру, большие дороги общего пользования действительно в ведомстве городских властей. А вот за уборку внутриквартальных проездов нужно спрашивать с администрацией районов. Что же касается дворов, прилегающих к ним территорий и парковок, здесь вопросы нужно задавать управляющей компании. Так или иначе, нынешнюю аномальную снежную зиму вряд ли можно сравнить с той, что пришла в Самару, например, в 2008-м. У нас не было ни одного дня, чтобы общественный транспорт коммерческий, некоммерческий встал. Ну не в 2008-м год. Встал, да, давайте уже это, справедливости ради. Нет претензий, так сказать, не от водителей, что невозможно там разворот их площадок. В настоящий момент управляющие компании, которые не справляются со своими обязанностями, призывают к диалогу и настоятельно просят убирать свои территории, не дожидаясь весны. Сброшенными же на дорогах автомобилями решили бороться путем ограничений остановок на парковках. В этом году на 53 улицах введено ограничение по парковке в ночное время. Еще 34 улицы планируют оборудовать знаками «Стоянка запрещена». Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. Продолжение следует...